Добрый день, меня зовут Михаил Смолянов, я основатель сервиса управленческого учета Фенолог. Мы помогли тысячам предпринимателям навести порядок в учете, собрать консолидированную отчетность, проверить, что у них с эффективностью. И мы заметили, что большинство предпринимателей строят отчетность не только для себя, а для кредиторов и инвесторов, для того, чтобы привлечь деньги для развития своего бизнеса. И как раз таки с рынком финансирования малого бизнеса куча проблем. Предпринимателю тяжело доказать свои цифры, тяжело подтвердить, что он правда так умеет обращаться с деньгами. Инвестор тратит много времени на выбор адекватного предпринимателя, на проверку данных. В итоге высокие ставки, высокие риски, требования залогов и рынок работают плохо. Я считаю, что эффективные предприниматели должны легко получать деньги на развитие своего бизнеса. Без долгой мороки с документами, без доказательства, без чего-то еще. И мы строим систему, которая поможет это сделать. Мы делаем блокчейн рейтинг финансовой эффективности предпринимателей. То есть по каждому предпринимателю, который ведет у нас учет, собирается карточка, как он обращается с деньгами, что он с ними делает, какой доход он обеспечивает себе, инвестору, банку, всем остальным. В публичном пространстве данные будут относительные. Например, что ресторан входит в топ 7% Москвы по доходности. Но конкретному инвестору, конкретному заемщику предприниматель может открыть полные данные и раскрыться, показать, что у него на самом деле с учетом. Да, мы во главу угла ставим предпринимателя и эффективность обращения с деньгами. В отличие от традиционных бюрокредитных историй, у которых просто факты. Деньги взял, деньги вернул, деньги не вернул. Но да, к сожалению, нам потребуется время, чтобы догнать и обогнать Equifax, текущего лидера на рынке бюрокредитных историй. Мы зарабатываем как на самом сервисе, это уже работающий бизнес, дальше расскажу про него. И поверх сервиса построим маркетплейс данных, где будут покупать, продавать, обогащать данные про управленческую финансовую отчетность. Технологии я не люблю, там громкие слова про бигдату, искусственный интеллект, я математик по образованию и такими словами просто так не кидаюсь. Сервис уже есть, сервис работает в любом браузере. Мы используем API банков для подтверждения транзакции. В России у нас интеграция с ведущими банками, с альфа-банком в частности, и мы в процессе проработки с Балтиками, Прибалтики и из Арабских Эмиратов. Блокчейн будет использоваться только для хранения рейтинга. Понятно, что банковские транзакции это гигантский объем, который в блокчейн так просто не сложишь. Но сам рейтинг, который прозрачно открытый, будет в блокчейне. В текущий бизнес, в сам сервис учета я вложил 10 миллионов рублей, мы год уже как прибыльный, мы растем, развиваемся и эту новую историю делаем на свои деньги. У нас более тысячи платных клиентов, которые платят нам разные суммы как за сервис, так и за аутсорсинг. Для масштабирования проекта мы выбрали модель ICO, потому что мы хотим делать проект глобальным, хотим развиваться в разных странах и делать глобальный рейтинг финансовой успешности. Само ICO будет весной этого года с потолком в 20 миллионов. А сейчас мы хотим привлечь как первых инвесторов, так и сильных людей в команду, которые нам помогут. Особенно я хотел бы, чтобы Игорь стал нашим советником, который помог бы создавать систему поддержки эффективных предпринимателей по всему миру. Мы опытная команда, мы обеспечили хороший доход инвесторам нашего прошлого проекта. Если бы наш рейтинг был бы уже популярен, мы бы не собирались тут в пятницу вечером и не состязались бы в ораторском мастерстве. Любой бы инвестор просто зашел бы в удобное для него время и посмотрел бы, кто насколько эффективно управляет деньгами. В прошлом мы сделали мегаплан, который был продан 1С за 15 миллионов долларов. У нас было больше 10 тысяч платных клиентов. У нас сейчас сильная команда по маркетингу и коммуникациям и по строению комьюнити предпринимателей. Спасибо. Спасибо. Приятно узнать создателя мегаплана. Благо их много. У победы всегда большое количество отцов. Ну это ладно. Итак, давайте начнем с сути, собственно говоря. Правильно я понимаю, что вы пытаетесь автоматизировать комплайенс финансовых учреждений? Не совсем комплайенс. Мы скорее считаем именно эффективность. То есть рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, рентабельность заемных денег. То есть в малом бизнесе это не комплайенс. То есть мы же не про воровство, мы про эффективность. А эффективность на основании каких критерий? На основе управленческой отчетности и рентабельности собственного капитала. При учете, что управленческая отчетность, например, должна быть чистой и честной. Да. Она на то и управленческая, чтобы быть скорее чистой и честной. И сейчас у нас уже много клиентов, у которых бизнес стоит разными ногами в разных странах, и бухучетность каждой страны показывает искаженную картинку. А мы собираем им как раз-таки комплексную картинку именно про бизнес, а не про конкретно юрлицо, ИП или еще что-то. Где шанс у этого бизнеса, который показывает вам черно-белую картинку, что информация не утечет в погоны? Ну это такой же вопрос, как у любому SaaS-сервису, такой же вопрос, как у любому банку. Мы заботимся о своей репутации, мы заботимся о шифровании, о децентрализации данных. Клиент сам сейчас может выбрать сервер в любой стране мира, где будут храниться данные и так далее. Вариантов много. Может быть поэтому они это не делают. Что? Может быть поэтому нет управленческой отчетности, условно говоря, у кого-то у одного. Не понял вопрос. Мы про рынок. У нас более тысячи платных клиентов, мы их собрали за два года. Что? От трех тысяч рублей в месяц они нам платят. За то, что вы собираете отчетность за них? За то, что они ведут отчетность, за то, что мы собираем за них, платят сильно больше. То есть три тысячи это селф-сервис, когда он сам настраивает статьи, проекты, автозаполнения, говорит, что куда раскидывать и так далее. Он за это что получает? Он за это получает сервис, который собирает управленческую отчетность, считает рентабельность проектов, считает управленческий баланс и так далее. Для того, чтобы? Для того, чтобы управлять бизнесом и для того, чтобы показывать, в том числе инвесторам, банкам и так далее. Так вы что продаете? Вы продаете… Сейчас наш бизнес это сервис управленческого учета. На поверх него мы строим рейтинг финансовой эффективности. Потому что мы увидели, что… То есть пока что это такая расширенная версия 1С? Суженная скорее. 1С сильно сложная. Мы скорее не расширенная, а суженная версия, которой предприниматель может разобраться в отличие от 1С. Зачем вы, если есть 1С, который пусть будет можно подрезать? Ну это такой же вопрос, как зачем на рынке 10 CRM-систем или зачем на рынке тот же самый САП, Navision и так далее. Ну они есть, но 1С по одной причине. Есть причина, по которой 1С выиграла у всех. Окей, хорошо. Значит, сколько вам там было денежек? Вернитесь. На ICO мы будем собирать до 20 миллионов весной. Долларов США? Долларов США. На международный маркетинг и развитие проектов и быструю интеграцию с банками во всех странах. Мне кажется, они соберут. Я сейчас подожди. Я уже пытаюсь понять, где мы присутствуем на благотворительном вечере. Вы собираетесь возвращать или… Нам. Нам возвращать собираетесь? Не, не, не. Вы свободны. В стартап-шоу собираетесь возвращать 10%? Ванечка, если ты не будешь продавать билеты сюда хотя бы по штуке грина, я просто буду в шоке. На ICO мы же собираем деньги ни в капитал, ни в equity. Это утилити токен, который является топливом на маркетплейсе данных. Да, мы ожидаем, что токен будет дорожать, дорожать там хотя бы в два раза за год. Но тут, в общем, ответ примерно какой у всех. Когда я начинал бизнес в 89-м, где же были эти люди, которые дадут мне деньги на то, что я поразвлекусь за их бабки? Жалко, у меня это не происходило. Люди, если у вас они есть, приносите. У меня тоже есть свободное время. Я на эти деньги смогу. Дима, у тебя есть стартап какой-нибудь? Слушай, я придумаю, вы бабки только на стол положите. Вот у меня 5 минут, вы только слово напризнесите. Видите, небольшое отличие. Ему надо придумывать, и у нас уже работающий бизнес. Поэтому, я думаю, понятно, куда нести бабки. Я боюсь, что у меня фантазия настолько богатая, что тут даже инвесторов не хватит. Окей, хорошо, вам нужно 20-ку, соответственно, весну 2018 года. Так, и люди, которые сейчас усилят команду по международному маркетингу и всему остальному. А вы ответите, зачем, например, вот я… Игорь, он хороший. А вот если бы я был, условно говоря, почему меня в команду не привлекают, потому что я задам простой вопрос, а вы мне зачем? Не знаю, я вас не зову в команду. Его квалификации по сравнению с вашей, ну вот… Ну, опять же, смотря в чем. Я думаю, моя квалификация… Ну, при всем уважении там к вам и к Игорю, я думаю, там моя квалификация в создании сервисов в России очень высока и мало кто может повторить. Мне, кстати, нравится мегаплан, который они сделали. Мне, кстати, нравится эта история. Мы можем сейчас, собственно говоря, попробовать на ха-ха.ру и суперджоп найти специалистов дешевле вас. Попробуйте. У которых есть запрещаемый успешный бизнес, проданный стратегу и так далее. Вперед. Окей. Хорошо. Ну что, вопросов в воле нет? Нету. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok